Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Наш общий дом». Осень для еврейской общины Республики Молдова богата праздниками и различными интересными мероприятиями. Заканчиваются они 7 октября. И именно в этом году, 7 октября, движение «Хамас» заявило о начале военной операции против Израиля. Конечно, эти скорбные события внесли коррективы в работу еврейской общины нашей страны. Но жизнь продолжается. И сегодня в нашей программе я расскажу о самых значимых и интересных событиях, происходящих в еврейской общине нашей страны. Один из первых в череде осенних праздников – это еврейский Новый год или Рош-Хашана. Традиционно отмечается в новолунии осеннего месяца, который выпадает на сентябрь или октябрь. В переводе с иврита Рош-Хашана означает «голова года». Это один из наиболее важных еврейских праздников в юдаизме. Он связан со многими символическими обрядами. В Рош-Хашана иудеи обязаны слушать звуки шафара – еврейского ритуального духовного музыкального инструмента, сделанного из рога животного. Согласно обычаю, за два дня праздника шафар следует услышать сто раз. Поэтому во время утренней службы трубят многократно. Считается, что звук шафара призывает к покаянию. Если мы будем спросить людей, что это этот праздник Рош-Хашана, еврейский Новый год, большинство людей будут нам сказать, что это День Судья. Всевышний нас судит на все наши делами, которые происходили в течение последнего года. Это тоже правильно. Но есть еще более важный смысл в этот праздник. Это то, что мы должны принимать на себе королевство Всевышнего. Это началось еще в первый год сотворения мира. Когда Всевышний сотворил этот мир, сотворил сначала весь мир, все животные, и в конце, в конце сотворил человека. А человек, первый человек, его назвали Адам, он в тот день, когда он сотворился, он смотрел налево, направо, вокруг себя, и сразу понял, что есть хозяин в этот мир, кто-то сотворил этот мир. И поэтому он собрал всех людей, тогда еще не было, он был один, но всех остальных, которые были сотворены, животные и так далее. И он им сказал, ребята, мы должны принимать на себе королевство Всевышнего. И вот то, что мы делаем до сих пор в этот праздник, коронование Всевышнего на этот мир. Что это значит? Очень просто. Мы же знаем, что Всевышний требует от нас. Он же все написал. И мы просто должны поступать и пожить по его закону. Очищение зависит от человека тоже. Написано, что для того, что человек будет очищать от грехов, он должен, во-первых, раскаяться на то, что он неправильно сделал. А во-вторых, он должен решать, что такого не будет делать еще раз. Вот если он делает этого как положено, Всевышний прощает на грехи. У нас есть обыча в этот праздник. Сегодня вечером мы будем взять кусочек яблока, будем макать медом и будем помолиться, попросить Всевышнего, что этот год будет для нас хороший и сладкий. Вот то, что мы пожелаем друг другу в этом празднике, что будет у нас хорошего и сладкого года. Это я пожелаю и для наших братьев и евреев, и для всех гражданин Молдова, и для всех вообще. И я могу тоже добавить, что коронование Всевышнего в этом году прошло хорошо, что мы будем понравиться у него, и что мы будем принимать на себе его ярмо, его королевство, и что он уже будет нам принесать освобождение. Это самое лучшее, что можно пожелать. Считается, что в этот день, который чаще называют шестым днем творения, Бог завершил сотворение мира и создал первого человека, Адама. Как известно, Адам нарушил данный ему Всевышним запрет и был изгнан из райского сада. Согласно преданиям, с тех пор каждый год в Рош-Хашана Бог вновь творит мир и человека в нем. Поэтому в этот день люди предстают перед судом Всевышнего. Это время, в которое все евреи, как в Молдове, так и во всем мире, они оценивают то, что было сделано до сих пор. Это время рассуждения, это время молитвы, это время раскаяния. Потому что за Рош-Хашана, за этим праздником, о котором мы поговорим чуть больше, потому что мы как раз сегодня в его канун встретились, что очень приятно и торжественно для нас, будут и другие важные даты еврейского календаря. В частности, это Йом-Кипур, это судный день. И вот в этот промежуток как раз между Рош-Хашаной и Йом-Кипуром те люди, которые соблюдают все традиции, они проводят большую часть в молитвах, в рассуждениях, в раскаянии. Потому что судный день — это как раз тот период, в который понимают для себя, все будут ли они вписаны в книгу жизни на следующий год. Всевышний не будут, в зависимости от тех дел, которые они совершали, от помыслов, которые были у людей. И это самое время стараться переосмыслить свое поведение, подумать, что мы можем сделать больше, что мы можем сделать лучше, как мы можем помогать другим своими поступками. Это очень немаловажно. И только таким путем достигается запись в книге жизни то, что желают евреи друг другу уже в канун Йом-Кипура, следующего большого праздника, который идет в еврейском календаре. В эти дни, учит еврейская традиция, на небесах выносится решение, кому жить, а кому умереть. Молитвенные службы в эти дни должны повлиять на решение Творца. Поэтому богослужения преобладают молитвой самоанализа и покаяния. Тем не менее, искренняя вера в то, что Господь желает всем добра и благополучия, превращает этот день в праздник. Я хочу буквально немного вам рассказать о том, как он отмечается, что традиционно, почему желают сладкого года, потому что основное пожелание – это сладкого, хорошего, счастливого года. И, как правило, на открытках, которые дарят друг другу люди, изображены фрукты. Из традиционных – это яблоко и мед. Почему яблоко и мед? Вы увидите это на столах практически везде. Яблоко, во-первых, очищается от кожуры, потому что, таким образом, погружая его в мед, мы в первую очередь вспоминаем о плоде, которое Ева сорвала с дерева. Хотя споры ведутся, было ли это яблоко, или все-таки это был гранат. Но в большинстве случаев приходит к тому, что это было яблоко. Яблоко намокается в мед и естся, для того, чтобы почувствовать сладость. Этого фрукта и год сразу мы настроились на то, что он обязательно будет сладким. Что еще характерно для праздничного стола – это фаршированная рыба. Вот у меня здесь даже есть такая прекрасная фотография. Я думаю, что вы с этой книгой встречались. Это молдавская кухня. В молдавской кухне есть кухня разных народов, которые проживают на территории нашей страны. И вот такая вот фаршированная рыба, она очень характерная. Рыба обязательно должна быть с головой на столе. Почему с головой? Чтобы мы были во главе всего, что происходит, не в хвосте, где-нибудь всех событий, которые будут в следующем году. И еще что характерно – это либо вот такие замечательные золотые монетки, которые дарит деткам. Потому что очень важно пожелать, чтобы год был с достатком. Да, и это и символ граната, потому что мы знаем, что это плодородие, это достаток. Ну, еще считается, что в гранате 613 семечек, как и заповеди в Тории. Поэтому это очень символично, скажем так. Ну, и плюс вы знаете, что с гранатом, и с его формой связано очень много традиций в еврействе. Даже корона царя Соломона, она была в форме гранаты, если вдруг вы не знали. Монетки эти на столе праздничном, они иногда изображены морковью. Если мы нарезаем морковь кругло, то вот как раз вот такие вот солнечные кружочки, они на столе обязательно присутствуют. Еврейская община в этом году, как и традиционно, с такими замечательными сладкими подарками, с тематическими материалами образовательными побывала в наших образовательных учреждениях. И с особым трепетом мы отмечаем этот праздник в еврейском детском саду. И вот там детки как раз благодаря преподавательскому составу, педагогам, которые работают в этом учреждении, они эти традиции прививают самым юным членам еврейской общины. Но, конечно, мы не забыли и о самых взрослых соплеменниках. И в этом году в преддверии праздника мы сделали такую разводку подарков, помощи материальной и для бывших узников гетто и концентрационных лагерей. Их не так много осталось у нас в стране. Для пожилых членов нашей общины мы стараемся это делать всегда, не только в канун праздников, но и в течение года. Но всем нам приятно, когда в празднике присутствует не только самосуть, но и атмосфера. И вот эту праздничную атмосферу мы стараемся создавать здесь. Если вы прогуляетесь по еврейскому общинному дому, в эти дни он очень нарядно украшен, как и фасад здания, так и холлы, тематическими художественными выставками, которые посвящены атрибутике праздника, символам праздника, философии этого праздника. И сегодня как раз тот день, как-то до наступления шаббата, до захода солнца, все друг другу посылают поздравления, звонят, поздравляют, потому что в следующие несколько дней уже не будет этой коммуникации, особенно для тех людей, которые строго соблюдают традиции. И поэтому очень важно успеть пожелать всем близким, чего я хочу пожелать и нашим телезрителям, вне зависимости от того, к какой этнической принадлежности они относятся, вероисповеданию, чтобы время, в которое мы живем, было обязательно мирным, чтобы оно было обязательно счастливым, чтобы оно было благополучным, чтобы оно было сладким. Потому что так мы говорим, шанатова. В этом году наша страна приняла более 20 тысяч паломников из Израиля, направляющихся в Умань. Ежегодно в Умань едут до 40 тысяч бреславских хасидов со всего мира, собираются целыми общинами, берут с собой детей, в основном жители Соединенных Штатов, Израиля и Франции. Для хасидов празднование еврейского Нового года в Умани не случайно. В городе покоится основоположник бреславского хасидизма, их духовный наставник, Раби Нахман. Место его захоронения – одно из самых значимых и чтимых мест бреславских хасидов – центр паломничества в Украине. Еврейский народ разделен на разные группы по вере, но самое главное, что среди этих людей есть очень интересные направления. У каждого из нас есть что сказать, и нам дано свыше, понимать, что происходит. Если зайти в Яшиву и посмотреть, как там учатся люди, то они могут возразить или согласиться на любую тему. И так наши головы развиваются. Есть группа, которых называют «бреславские хасиды». Она очень интересна. Это единственная группа, которая занимается сложными людьми. В каждой религии есть люди, которые начинают пить или курить и сходят с дороги. И их раввины занимаются самыми тяжелыми случаями среди них. Есть сотен тысяч людей, которые существуют в этих группах. Надо заниматься их социальными проблемами. И самое главное для бреславских хасидов приехать в Умань, на Роша-Шана. И из-за войны они сегодня проезжают через Молдову. Были очень тяжелые моменты, но в любом случае все получилось. Самое интересное в этой истории это помощь, которую предоставило наше государство. Все старались, делали возможное и невозможное, чтобы помочь. Я верю в Молдову еще больше. И хочу сказать всем огромное спасибо. Раби Нахман приехал сюда в 1808 году. Он пожелал умереть в Умани. Там расположено кладбище, где похоронены жертвы резни 1768 года. По разным данным, во время этих событий погибло от 12 до 30 тысяч человек. Раби хотел, чтобы его похоронили вместе с мучениками. Он умер вскоре после Роша-Шана, поэтому и появилась традиция праздновать Новый год в Умани. Но и в другое время года его могила не пустует. Многие люди, не одни лишь хасиды, молятся здесь и просят благословения у Всевышнего. В Молдове я не был, но последние два года я работал, спасая евреев из Восточной Украины. И там я познакомился с людьми, которые работали в Молдове с Ревы Зальцманом. И я услышал о той деятельности, которую он оказывал евреям с Украины. Они меня очень впечатлили. Для меня это человек номер один. Я работал в 80 странах мира, и самые большие впечатления от работы были в Украине, где мне удалось перевезти 70 тысяч евреев. И когда мне предложили помочь перевезти 20 тысяч в Умань, для меня это не были страшные цифры. С одной стороны, мне это было знакомо, но с другой, я тоже приобрел интересный опыт. В 1990-х годах могилу Раби Нахмана собирались перенести в Израиль. Однако, мнение бреславских хасидов было прямо противоположным. Если останки перенесут, значит нарушится завет на захоронение в Умани. Была попытка даже выкрасть прах, но ее своевременно пресекла украинская полиция. Этот опыт, мне кажется, мы не забудем никогда. В принципе, мы уже много времени работаем с Агутат-Израиль, и в какой-то период, когда ребятам пришла информация о том, что к нам едут около 30 тысяч паломников, нужна помощь, мы как студентами собрались волонтеров и решили использовать наш опыт, который мы использовали и во время приезда украинских беженцев. Да, мы уже плюс-минус понимаем историю, как мы работаем и что мы делаем. Очень понятная логистика того мероприятия, который мы проводили и сейчас в течение четырех ночей, скажем так, потому что большей части наши волонтеры делали свою работу ночью, и большая часть рейсов была в ночь на прилет в Кишнев. В чем заключалась работа волонтеров? Там было несколько распределений того, что мы должны были делать. Были те, которые встречали их в аэропорту, провожали по коридору, который они должны были пройти. Дальше мы их встречали в палатке, где они смогли сделать себе чай, кофе, после долгих перелетов перекусить кошерной едой. То те необходимые вещи первоначальные, которые они могли получить, они получали от наших волонтеров на тех точках, на которых мы стояли возле аэропорта. И в дальнейшем мы уже помогали им с водой, которую в автобус заносили. Также их провожали до автобусов и они уезжали в Умань. Я достаточно долгое время работаю в студенческой еврейской организации. Называется Гилель. Посещаю синагогу. И когда начался поток паломников через Молдову, в Умань, синагога объявила о том, что необходимы волонтеры. Я пришел на помощь. Нас поставили в аэропорту для того, чтобы раздавать еду и воду и предоставлять все необходимое, что нужно. Так я и стал волонтером. Я не знаю, насколько это... Для обычных людей, да, может быть, необычно. Для меня, как человека, работающий в этой сфере, уже, мне кажется, это как привычка. Но хасиды могут лечь спокойно, спать на асфальте, если они сильно хотят спать. Если у них время молитвы, им все равно на происходящее вокруг. Для них время будто останавливается, и они начинают молитву. То есть для них молитва куда важнее, чем все, что происходит вокруг. Мы, как и на дорогу в Умань, так и из Умани в Израиль предоставляли в качестве еды такие сэндвичи, они кошерные, о чем свидетельствует этот знак, эта наклеечка от главного раввина Молдовы, Пинхаса Зальцмана, где написано о том, что это кошерное, это можно употреблять. Что такое кашрут? Кашрут – это некий свод законов, касающийся еды, который евреи обязаны соблюдать. Если мы говорим о том, что это сэндвич кошерен, то это значит, что мука, из которой он был испечен, была проверена на наличие всяких насекомых, червячков, жучков, мотыльков и всего того подобное. Так же, как и овощи, которые находятся внутри, в принципе, вся продукция, которая находится внутри, скорее всего, это сэндвич с хумусом. Хумус у нас делается из бобовых. Они тоже были отобраны специальным человеком, проверены на наличие червячков и всякой живности, что запрещается иудеям употреблять в пищу что-то живое. Это значит, что этот сэндвич сделан полностью из кошерных продуктов, он проверен, он подтвержден главным раввином Молдовы о том, что его можно употреблять. Хотим сказать большое спасибо. Приехали с прекрасным настроением, несмотря на тяжелую дорогу, туда и обратно. Сначала у нас не было ни воды, ни еды, но мы приехали сюда, нас накормили и напоели. Был теплый прием. Раньше я был светским человеком, весь в татуировках, но я обратился к вере. И наш Реве, к которому мы едем к его могиле, неважно какой человек к нему приходит, особенно в Новый год, он прощает все и принимает тебя, несмотря на твои грехи. Главное, чтобы ты стал лучше и душа твоя стала чище. Главная традиция и правила суккота или праздника кущей, жить в особом шалаше в течение семи дней. Это действие отсылает к библейским событиям и одновременно учит смирению и правильной расстановке приоритетов, напоминая о том, что духовное важнее материального. Знаете, одно время еврейская община практически замерла и ничего не проводилось, потому что председатель общины выехал на постоянное место жительства, но председателя так и не избрали, и община так вяло-вяло-вяло существовала. В какой-то момент старейшины нашего города еврейские собрались и предложили мне возглавить нашу городскую общину. Я подумал, что если есть такая возможность сделать что-то хорошее, то почему бы нет? И предложил им оказывать в случае того, что они согласны оказывать мне всяческое содействие, я могу взять на себя образное управление. Ну, так мы в принципе на собрании решили организовать общину по-новой, выбрали меня председателем, мы оформили все протоколы и зарегистрировали общину. И после этого, как говорится, все началось. Мы попытались составить план желаемых мероприятий, как мы видим жизнь городской общины, как мы можем сделать так, чтобы она влилась в общую общину республиканскую. И в принципе все наши пожелания были услышаны в республиканской общине. Нам удалось некоторые мероприятия сделать сразу. Когда я стал председателем общины, мы думали, какие мероприятия провести, чтобы это было знаково, значимо, чтобы все видели, что наша община жива, развивается все. Но у нас есть такое историческое место, как Бендерская крепость, куда за последние годы вложено много и финансов, и души, и энергии. Мы начали думать, какой же праздник может объединить много людей. И в еврейской жизни есть несколько основополагающих праздников, в том числе и праздник Суккот, который объединяет в себе очень много разных тем. Первое это мы находимся в Суке, это шалаш, который говорит о том, что мы едины с Богом, и мы понимаем, что наша вера во Всевышнего дает возможность не опасаться, что нету каменных стен, все, и мы полностью доверяем Всевышнему, и можем жить просто в шалаше. Второе предназначение этого праздника, это праздник урожая, когда все собирают урожай, ждут ждут хорошего прибыли, прихода, все хорошее настроение, они благодарны Всевышнему за хороший урожай, и могут все вместе, независимо от национальной и религиозной принадлежности, отпраздновать это прекрасное событие. Ну и третья религиозная составляющая, это когда Всевышний должен объединить все народы для того, чтобы войти в храм восстановленный, поэтому Суккот объединяет всех людей вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности. И вот мы, исходя из этого, выбрали, что этот фестиваль должен быть фестивалем Суккот, когда все люди могут прийти, приобщиться к еврейской культуре, к музыке, к жизни еврейской. И причем это все соответствует этому празднику, когда все народы должны быть вместе в мире, дружбе, благополучии. Этот праздник несет мир, несет благополучие и несет объединение для всех людей. В сегодняшней ситуации мировой, которая есть, это совсем не банально, потому что идут распри, раздоры, войны, и все такое. И то, что нам удается собрать в Суккот разные народы, разные организации, разные национальные общины, армянская, азербайджанская, польская, болгарская, украинская, русская, все были на этом мероприятии, мы все вместе пели, танцевали, кушали и получали удовольствие от того, что у нас есть такая возможность. Праздник Суккот тесно связан с богатым историческим прошлым еврейского народа. Как и история иудеев, Суккот обращает нас к заре раннего христианства и древним библейским летописям. Известно, что иудеи странствовали по Синайской пустыне на протяжении сорока лет после выхода из Египта, поэтому к шалашу-жилищу, к домашнему уюту у евреев особое отношение. Появление упоминания Суккота в разных частях свидетельствует, что предания о древнем еврейском празднике неоднократно переписывались и дополнялись различными мудрецами-летописцами того далекого времени. Это замечательная традиция. Мы уже несколько лет празднуем в Бендерах этот праздник в цитадели крепости. Это большой фестиваль, он светский, там и музыкальные традиции, и культурные традиции этого праздника. Более двух-трех тысяч человек в нем участвуют. Ну и сразу за ним следом идет Симхат Тара, Дарывание Торы. Это очень веселый праздник, когда евреи танцуют со свитками Торы, когда они радуются. И поэтому практически до начала октября еврейские организации евреев в всем мире в праздниках. Древнееврейские мудрецы и их летописи донесли до нас смысл праздника Суккот. Его поздняя традиция сформировалась уже в 17 веке нашего времени. Суккот имеет ряд других названий. Это время евреи иногда называют датой сбора урожая, концом странствий по пустыне, праздником человечности и мира. Ну что ж, дорогие друзья, во время службы в синагоге главный кишиневский раввин, обращаясь членом еврейской общины, сказал, мы понимаем, что сегодня происходит в Израиле, но наша ежедневная задача продолжать работать, дарить людям спокойствие и радость и молиться о том, чтобы побыстрее закончилась война и наступил мир. И пусть так и будет, пусть быстрее закончится война и наступит мир. А на этом у нас все. Всего вам доброго и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова